Интересно, и что, наверное, совершенно непонятно. Непонятно, как можно было догадываться, чтобы перейти на косинус и синус. Но это становится понятно, если начинать с конкретного примера. Вот конкретный пример, который мы с вами в начале лекции сегодня обсуждали, из которого, собственно, и попытались, кстати, вы видите, на понятие равномерного распределения, это вот этот самый пример двигающего зайца по обсуждению. Да? А именно пример, когда амиксен в другом части альфа, где альфа в первых самолетах числа. Теперь давайте посмотрим, выполняются и условия, что вот такие выражения стремятся к нулю. Для вот этого конкретного примера. Ну возьмем, мы сегодня считали сумму синуса, подставим эту сумму синуса. Что получится? Изначально надо было считать сумму каких-то непонятных декабря. Но мы потом вспомнили, что есть сумма, которую мы легко считаем. Да? Например, это сначала была геометрическая прогрессия, а следующим шагом оказалась сумма геометрическая. Вот действительно, если мы возьмем вот эту последовательность, то что же для нее такое 1 на n сумма по n от 1 до n большого синуса 2 пик к xn. Это будет просто 2 пик к альфа на n. Вот это то самое х, которое у нас было, да, сумма. Видать, вспомним, чему равнялась такая сумма. 1 делить на n. Ну, мы там писали, чем помогалось, мы даже больше там написали, чем это оценивается, да? Представляете, что это меньше либо равно чего? 1 разделить на синус 2 пик к альфа пополам. Ну то есть просто пик к альфа. Так? И что нам теперь важно? Важно, что вот это число не ноль. А почему оно не ноль? Ну потому что у нас альфа это число какое-то и национальное. К не ноль, а альфа число и национальное. Если бы это было ноль, то пик к альфа обязательно должно было выполняться какому-то пик, да, m. Да? И если k не ноль, то получалось бы, что альфа это m разделить на k. То есть альфа национально. Такого не может быть. Значит, это просто конкретное число. И знаете, что оно умножается на 1 делить на n. Это к чему стоит лицепаратизм? То есть вот для этой конкретной последовательности эти синусы исчезают. И из всего вот этого триометрического многочлена остается первая слога, которая выражает как раз что? Площадь под графиком функции, которую это триометрическое выражение приближает. А это в точности, поскольку мы уже приближаем индикатор к точке под индикатором. То есть это b минус а. Такой вот отдающийся результат. Продолжение следует. Субтитры создают... Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok